Субтитры делал DimaTorzok 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 Кто-то захотел меня наказать В мой день рождения Может быть это Панченко? Вот я тоже думаю Кто его знает? Да вряд ли Он, мне кажется, использует этот метод Кнутая пряника Все возможно Он прислал коньячок А потом тут же Васю дают задание Рассказать о благодолизме Зачем тогда ты присылаешь коньячок В подарок, если ты хочешь Потом даешь задание, чтобы его пить нельзя Может быть он Может он беспокоит за тебя Ты что, снула? Да Уснула прям, да? Как сегодня, сон приснился, что у нее Забирают все ее вещи Да, представляешь? Просто из-за того, что не хватает Тихо, 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 тихо Приснился там Я знаете, просто от чего проснулась От этих сесницы, потому что чего не хватает Нет, я знаете, от чего проснулась От таких стуков Туф, туф, туф Думаю, да что это такое Захожу в комнату Слышь А Вась Васыч стоит около шкафа И бьется головой Вот так просто Да? Как? Вот так головой бьется Это во сне? Да Он просто стоял и бился головой Об дверь шкафа Может присели? Со стол? Я бы присела Захожу в комнату Захожу в комнату Захожу в комнату Слышь Слышь Можно отрезать Отрезать Ну в смысле Ножом Вот эти вот бутылки Вот эти бутылки Можно отрезать Возьми там бутылку И отрежь Вот опять же А где вот Помоги Василий Так, смотри Сейчас Сейчас подкину ее Оп Захожу в комнату Достаю, не достаю. Ну потому что это было страшно. Достаньте, пожалуйста. Я забыла. А что такого-то? А что такого-то? Рассказала или сказала? Хочу, чтобы все об этом знали. Пало времени прошло. А, значит дай мне нож. Я не научился жить один. И у меня на это пять причин. Первая причина это ты. А вторая все твои мечты. Нет, можно опять бокальчик сделать. После отрезка получится бокальчик. Это для чего бокальчик? Чтоб чокнуться? Сейчас мы должны присесть за стол. Давай я порежу. Я там порежу. Служен мы доспеем, ребята. Я хочу. Там было сто причин. Я же сегодня сделала такой бокальчик. Дамы и господа. У нас сегодня здесь шикарный. Ань, я 50-летний традиций. Качество. А давайте я сюда сейчас поставлю прозвель. Экологикал. Понятно? С 1969 года. Производит высококачественные коньячные дистилляры. Не надо. Понятно. Итак, ребята. Все, кто нас смотрит. У нас сегодня праздничный ужин. Аплодисменты. Свинина с картофелем и с помидорами. У нас сегодня праздничный ужин. Давай-ка мы. Сейчас остынет пока. Да. Эту хрень я уберу, чтобы Вась-Вась на нее не смотрела. Мне вообще было плевать на нее. Ты можешь пока убрать, Катя. Абсолютно. Нет. Под лестницу, чтобы охладилась. Просто она вчера целая была. Это ты, Катюша? Да. 15 часов. Это, может, Катя уберешь пока, чтобы... Это очень просто. Там спрос. Нет, пускай она стоит здесь, чтобы остыдала. Нет, оно не дошло. Надо, чтобы дошло. Да, пусть дойдет. Да, пусть дойдет. Хорошо. Знаешь, смотри. Вот шарик. Вот одна, один бокал. Вот сюда можно второй бокал. Да. Сразу два бокала. Офигенно. Будь здорова. Спасибо. Когда будет еще одна пустая бутылка, вот у нас третий бокал. Ага. У меня нет. А вот. Ты не похерелась. Вот четвертый. Что? Я не дождусь, когда меня накажут капитально. Хочу съем. Давай. А ты чего не понимаешь? Тяните. Ты видишь, сейчас за стол никто не садится. А я уже салом, потому что я хочу сезу. Алло. А, Катюш, помнишь, ты сегодня сказала, что надо все убирать, потому что все съедается? Да. Как ты думаешь, сейчас надо это сделать? Смотри, она тупо валяет виноград по полу. Мне кажется, да, это как-то не степеньше. Я ушла. Ты довольна? Что тебе нужно еще? Ой, ну теперь мы. Интересно. А кто проголосовал вообще за Катерину? Кто проголосовал за Катю? Ну серьезно. У нее сегодня день рождения и кто-то проголосовал. Но это не нормально. Вот мне тоже интересно узнать этот один процент. Кто это? Катюш, убери пока туда. Просто убери. Это вот как раз про тех людей, про которых Ксю говорила. Вот есть говнистые люди, им надо вот взять и проголосовать. Я думаю, это проголосовал Эдик. Эдик? Как? За Катерину? Да. Причем здесь Эдик-то. Ну, Эдик вообще существует. Конечно. У тебя в голове или вообще в реальности? Ну, конечно, он очень реален. Вообще реален. Ну, по сути, люди же, да, знают, что у человека день рождения. Что наказание, в принципе, можно присутствовать на любого из нас, кроме нее. И все равно нашелся ведь один, нашелся, который знал, что у нее... Хотя, с другой стороны, может, он не знал, что у нее день рождения. Может быть. Да, может, он не знал, что день рождения. И как бы, может быть... Скидку ему, скидку ему сделали. Это это проголосовал? Я не знаю. Мне кажется, что... Знаете, что, а как-нибудь вас удержит тот факт, что против меня 40%? За что вообще голосование? А что мне сделали? Короче, какой-то говнило вонючий проголосовал. Ты же сам выходил, как бы, и говорил, давайте, голосуйте против меня. Помнишь сегодня? Нет, так я и не против, пусть голосуют. Я просто хочу знать, ну, как бы, что сделали мы. Зачем ты задаешь вопрос странный, о котором я вообще даже не говорил, не намекал. А я вот протестую. Почему против меня 27%? Это за тебя. Люди рады. А, за меня? Ты понял? Конечно. Как? Они рады, что ты есть. Да? А ты зачем встал сюда? Это знаешь, что сделать? Катюш, я знаешь, что... Глюкомастера... Ну, все равно, что ты говоришь. Ну, вообще, все равно на все. Глюкомастер, что ли? Что ты у него 1%? За тебя 27% отойди туда или сядь туда. Ну, как можно в день рождения? Да. Или сядь, Макс, сюда. И голосовать, чтобы тебя наказали. А, значит, у тебя есть фанаты. И вот и не оправдывай, что он из нас. Нет, там написано, что он никому не оправдывал. Заввачиваю, согласен. Ну, вот, если тебя... Говнила. Ты, Ванюши. Говнила. Ну, при чём, если Ванюши говнила? Какие фанаты? У тебя, Говнила. Ты хоть и только говорю. А тогда у тебя 40. Ну, у меня больше, чем у тебя. Понимаешь, когда-нибудь за свой базар можешь ответить. Нет, я хочу, чтобы у меня было тогда больше процентов. Я хотел больше процентов. Это мои, 40 процентов. Нет, это мои фанаты. А все Ксюшины фанаты, давайте тоже кафе. Нет, я хочу, чтобы все твои фанаты перешли к моим фанатам. Нет, я круче, чем ты. Нет, я круче, чем ты. Да, нет, пускай ты лучше меня поёшь, но я всё равно круче. Я вообще лучше тебя. Не может такого быть. Я лучше неё. Я вообще лучше всех. Почему у меня 27 процентов тогда? Ребят, статистика показывает, что я лучше всех. Я так понимаю, что ты хочешь больше. Я хочу быть лучше всех. Почему ты лучше всех? Я лучше всех. Как бы ты... Ксю, угомонись, это не кто лучше всех. Я лучше всех. Это голосование не о том, кто лучше всех. Вы что? При чем здесь лучше всех? Я лучше всех. Голосование на Казани. Юрец, 40%. Все понятно, кто здесь это. Видишь? Господи, Боже мой. А что вообще за наказание это? И почему мы его заслужили? А что за наказание? Либо казнь какая-то вообще. Смертельная Казь. Приедут инквизиторы и сожгут. Фаталити может. Фаталити? Юр, мне не смешно, допустим. Меня Изольда Казь уже очень сильно пугает за все эти дни, ребят. Смешного нет. То она из печки нас травила к непонятно чем. То сегодня забыли, как вам было плохо сегодня? Юра? А? Ты вот первый по этому сейчас в голосовании. Потому что вот за такое поведение. Поведение. Ты не веришь в Изольда Казь или что? Если она сейчас смотрит. У тебя паршивая. Подождите, подождите. А я не понимаю. Подожди. А кто придумывает наказание? Я не знаю. Мне кажется, это Изольда Казь. Так вообще, за что? Это просто тупо нет. Нет. Мне кажется, это фейк. Никакого наказания не будет. Можно как-то высказать свое мнение? Я считаю, что мы не виноваты ни в чем. Я Макс. А вы вообще помните? Какое наказание? За что наказание? За хрень. Не за что? За что я не поняла? За что? То есть каждый из вас сейчас здесь считает, что наказание не за что. Я считаю. А по сути зрители или кто-то смотрители голосуют тоже непонятно за что. Я хочу, чтобы вы поняли, вы должны были поспособствовать голосованию, но вместо этого мы уговорили Милану, чтобы она нам помогла, когда нам херово было. Помните? И что? По сути, вы пошли против воли Изольды. Понимаете? Изольда. 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 Я понимаю, Васич. Я слышу тебя прекрасно. Это вообще похоже на скриншот какой-то. Почему-то не доходит до Юрца вот этого. Скриншот какой-то. Знаешь, потому что снимок экрана сделали и сюда пить. Как ты не понимаешь? Какой скриншот? Это скриншот. А я считаю, что всё, что там появляется, всё очень серьёзно, ребят. Нет. Это не просто так. Это вам не шутки здесь. И с вами здесь точно никто не шутит. И играться с вами здесь никто не собирает. Да нет. Вы поняли суть, за что нас наказывают? Да не за что. Этого я не поняла, Васич. Но я считаю, что к информации нужно отнестись серьёзно. То есть ты не понимаешь, за что тебя наказали? У меня нет. У меня нет. Он не понимает, за что его хотят наказать. Да хватит тешить. Ты сам за себя ответишь. Да что вообще за бред? Нас сюда притащили, включили камеры и говорят, что мы что-то накосячили. Что мы вообще сделали-то? Скажите спасибо, что ваши камеры вонючие не разбили. Подожди, так хорошо. Если ты считаешь, что наши наказания заслужены и что мы не слушали Милану, то тогда где? Я не считаю, что оно заслужено. Я хочу, чтобы ты мне дала понять. Поняла ты вообще, за что это наказание? Почему? Я не понимаю. Ты это поняла? Нет, я не поняла. В принципе, в этой комнате никто не понимает, кроме меня, за что хотят наказать, что ли? А, объясни, если ты понимаешь. Я пытаюсь вам объяснить, послушайте, рты нахер все позакрывали, я объясню. Давай. Сегодня, когда нам было всем плохо, помните? Ты можешь сказать, что он сел? Не помним, естественно. Куда селся? Сядь куда-нибудь. Только не туда. Сегодня, когда с нами было плохо. Ку-ку просто. Сегодня, когда с нами всем было плохо, вы помните это, да? Было на плазме голосование, чтобы нам помогли зрители. Вы это помните, да? Но мы попросили Милану нам помочь, а не зрителей, чтобы они проголосовали. И, по сути, мы нарушили условия Изольды. И Изольда нас за это наказывает. Теперь вы все отдупляете, почему нас наказывают? То есть это Изольда голосует? Прекрати включать дуру. Прекрати. Что надо сделать, чтобы не голосовать? Голосуют зрители, ребят. Мы хотели посмотреть Хабиба. Зрители проголосовали, кто нас смотрит. Смотрители. Макс сказал одну хорошую речь. Он говорит, что это скриншот. Какой скриншот? Да, вот это снимок. Что такое скриншот, Макс? Ну, а зачем его скидывать? И чтобы вы владели информацией, какое у тебя голосование? Вчера там получали из сайта ведь. И сейчас из сайта? А сейчас скриншот. Какой скриншот, Макс? Вам не суть в том, что скриншот это или что-то. Так подождите. Суть в том, что голосование идет и за что-то нас должны наказать. Я хочу, чтобы вы въехали в это. Нас хотят наказать, зато не знаю что. Но Изольда Кац не говорила, что запрещено спрашивать у Милана. Вообще-то да. Мы выполнили условия, которые она сказала. Понимаешь? Изольда Кац, мы не хотим быть наказанными. Мы не знаем просто в чем мы виноваты. Слушай, что она вообще-то сделала так, чтобы нам было херово. Я слышал. Что было херово. Ну. Изольда Кац сказала, что зрители будут решать и ничего дальше. Она не сказала, что Милана не должна нам помогать. Мы попросили Милану. Мы и зрителей попросили. И Милану попросили. Но первая, кто нам помогла, это Милана. Какие к нам вопросы? Я понять. Что ей надо? Допустим, попросили бы мы зрителей. Помогли бы нам зрители. Что бы от этого изменилось? Как бы нам стало лучше? Сюда никто зайти не может. Попасть сюда не может. Мы выйти не можем. К нам бы врач приехал. Или бы она наколдовала. Или что-нибудь сделала. Карманный доктор. Изольда Кац какая-то колдунья. А Милана хотя бы каким-то свойствами обладает. Она тебя как-то позвала сюда. И Вась Васичу воды дал. Ты сам первый день. Она вообще помогла всем здесь. По сути, когда нас сегодня вылечила. У меня паралич был. Ты знаешь, что в душе я уже думал, все. Я кони двинул. Когда у меня был этот паралич, я единственное думал, мне либо выжить и убить тебя. Ну, в смысле, когда ты начал издеваться надо мной. Хорошо. Это очень страшно. У меня сейчас вопросик. Если это все пишут вот эти вот смотрители или их много, то получается они могут придумать любое наказание. Правильно? А там могут сидеть разные люди. Вы не боитесь того, что они сейчас как-то напишут что-либо? Я считаю, что смотрите, нас наоборот должны спасти. Кто нас смотрит, он понимает, что мы практически ни в чем не виноваты. Они должны нас спасти. Если мы на самом деле виноваты... Говори, они должны. Убери перед смотрителями вообще слово «должны». Не должны, да. Потому что, когда ты говоришь «должны», ты провокцируешь «смотрители». А как вы думаете? Почему практически? Она вообще овца воничная. У нас есть наследство. Смотрите, что говорю. У нас есть наследство. Изольда Кац с ее агентством. Со всеми условиями, при которых мы здесь. И я уже не хочу отсюда уходить. Соответственно, по сути, типа она делает справедливо. Вот, Вась, Вась, ты считаешь, что она справедливая? Ну, да. Да? То есть ты считаешь, Ли, он хорошо? Ну, подожди, подожди. Ну, смотри, мы же не выполнили условия. Она же выполняет условия завещания. Правильно. Свои. Если она такая справедливая и показывает нас... Смотри, Лия. Если она такая справедливая и показывает нас всему миру по этим камерам. Какого хрена она не сделает пункт, где тут написано. Никого не наказывают, например. Ребята ни в чем не виноваты. Почему она этого не сделает? Почему она делает так, чтобы кто... Да, выгодно. Да, выгодно. Так, а смысл того, что она делает? Значит... Я сейчас объясню. Значит, задача ее унижать нас. Нет. Да? Ее задача забрать наследство. Самая главная и основная задача забрать наследство. А, подожди. А какими путями она это будет делать? Унижать нас. Еще как-то. Ей плевать. Главная ее задача это забрать наследство. Но тем не менее. Чтобы мы отказались. Поэтому тебе даже не стоит как бы париться по поводу справедливая она, несправедливая. Если у человека есть основная задача. А основная задача как это забрать бабки наши. То ей плевать как она это сделать. Главное выполнить эту задачу. Вот и все. А там сейчас мы будем ее оправдывать. Справедливая она, несправедливая. Да на это вообще срать. Понимаешь? Но есть одна вещь. Есть одна вещь это смотрители. И вот здесь я думаю, что она не имеет права идти по какому-то пункту из завещаний. Она не имеет идти против смотрителей. Понимаешь? Единственное наше и защита и наказание это те самые смотрители. Что ты делаешь? Она жонглирует. А что ты на меня орешь? Это нормально. Ты дурак что ли? Маша, соглашусь с тобой? Здесь есть логика. Так и что? Тогда нам просто сидеть и ждать наказания? Или что? Нет. Вы меня не слышите что ли? Просить людей нам помогать. Просить смотрителей нам помочь. Да. Чтобы этого наказания просто не было. Можно даже же второе голосование чтобы было. Ну. Да. И что? Да хрен с этим наказанием на самом деле. Вообще пофиг. Ну да. Давайте. Мне реально не страшно. Согласен. Вообще плевать. Что там будет господи. Ну будет что-то. Ну и что там. Если что-нибудь интереснее будет вообще я буду с радостью вообще что-нибудь сделать. Там спеть, станцевать. Отгадать какую-нибудь супер задачу. Если там хватит. Ну как бы. А что ты сейчас хотел вспомнить? А? Что ты сейчас вспомнить хотел? Да я что-то. Да ничего. Я хотел забыть вообще это наказание. Он что-то меня нагнетало. Ну да. Я вот уже забыл. Целый день просто специально наплетают на нас. А сообщение сегодня какое-то было? Что за сообщение? Помните? Какое сообщение? Какое-то днём было сообщение. Нифига. Помните там что-то. Не было. Что-то. А это было вчера да? Нечесть. Мы это разобрались да? С этим мы разобрались. Да. А сегодня что было? Ничего сегодня не было. Сегодня Тигран Великий был. Ну это задание. Да. А сообщение какое? Никто не помнит. Никто здесь не был. Может мы пропустили сообщение? Наверное не было никакого сообщения. Наверное не было его никакого сообщения. Да. Наверное, сообщений какого и не было. Ну, хорошо. Потому что иначе бы кто-нибудь знал. Да мне кто-то сказал, что какое-то сообщение было. Нет, не было сообщений. Не было? Вообще не было сообщений. Ты просто очень хочешь, чтобы с ним кто-то связался. Кто? С тобой. На самом деле я хочу, чтобы со мной связались хоть как-нибудь. Кстати, да, было бы классно. Какие-нибудь родственники, да? Да. Слушай, было бы хорошо, если бы тебя с днем рождения-то поздравили бы. Да. Было бы прикольно, если бы, допустим, ну, смотрители проголосовали за то, чтобы сделал вообще видеообращение твоих родственников. Бац, и на экран, бац, и все. Вообще классно. Знаете, было бы, если бы меня отпустили бы. Нет, здорово было бы, если бы твой Сан Саныч прям со стройки бы с тобой связался и такой бы, о, Катюша, я бы сказал бы о своих делах. Ну, я очень хочу посмотреть, как выглядит Сан Саныч. Как люди, допиши. Мне кажется, у него усы, наверное, вот такие, да, и кепка у него такая. Да, очень волосатый, волосатый мужчина. Мне кажется, Сан Саныч крепкий мужик такой, с кепкой, в очках, голубые у него глаза, он орит такой прям. Мне кажется, у него не голубые глаза. Мне кажется, у него светлые глаза. Мне кажется, у него кариев. Что вы гадаете, спросите, как он любит у Кати? Нет, вы знаете, мне кажется, он немного похож на Сергея Жукова. Мне кажется, нет. Мне кажется, он похож на такого чувака из американских вестернов. Ему бы шляпу, короче. Такие стволы тут по бокам. Он такой мужик, мне кажется, он спортом занимается. А мне кажется, у него есть пузико. Мне кажется, нет. Он такой с усами и в капочки такой, и папироску все время курит. Нет, Сан Саныч это имя для какого-то вот, он такой вот, ну пожалуйста, чувак, типа Петра Первого. Вот такой вот дядя, мне кажется. Ладно. Хватит душу троить. Слушайте, я так плохо сплю здесь вообще. Да? Мне кажется, какие-то кошмары. Еще Вась Васич меня сегодня напугал. Я не знаю, страшнее плова могло ли что-нибудь тебе присниться, или страшнее камеры на моей жопе, я не знаю. Мне приснилось, что все как бы берут мои вещи вот так вот, и вообще непонятно. А вы слышали про этот сон, который я рассказывал? Мне приснилось, что мне здесь на заднице камеру сделали. Да? Да, я вот так ходил с камерой. 360? Ну, видимо, из-за этих, под впечатлением этих камер, прям на попе мне сюда привинтили ее. Я вот так ходил. Вещи сон, да? Серьезно, страшно. Смотрите, я тебя услышу, и скажут, Зольде, что бы так и сделали. И тебе вот так вот привяжут камеры, и ты будешь вот так ходить. Зато можно беспалево в метро, например, едешь, едешь, видишь, какая-то парочка что-то делает, ты хоп-попой к ним повернулся и такой. А то обычно вот так камеру достаешь, палевно, да? Опять со своими больными фантазиями. В общем, больными-то встал и, типа, снимаешь на камеру. А ну что, в метро, что ли, есть? Я ездил в метро. Меня метро в московское впечатлило. А что тебе снилось-то? И что? Страшно было? Вот, в общем, я спала, а потом я проснулась от того, что слышу какой-то стук вот такой глухой. Вот так вот. И так, да, целых две минуты так продолжалось. Потом я захожу в комнату, а там стоит Вась Васич с закрытыми глазами и просто вот так стучится в шкаф вот так головой. А что он не открыл сказку? Зачем он стучался? Я не помню. Я не помню. Я очнулся от того, что она стоит и говорит, что ты делаешь? Что ты делаешь? А мне, а мне, Соня, это... Я не понимаю. Вась, Вась, Лунати, что ли, подачал? Это было реально, что ли? Да, это было только что. Я рассказала. А что, потому что мне страшно. А вдруг ты убить нас можешь? Ты Лунатик? Я понятия не имею. Ты стучи... Лунатик я, не Лунатик. Может быть, она врет, но очнулся я действительно возле шкафа. Да я не вру. Зачем мне врать-то про такое? Я испугалась. Потому что ты мешал мне спать. Нифига себе. Слушай, а ты что... А что там в шкафу было? Может, там что-то лежало? Тушенка в банке или что? Не знаю, может, что-то манило. Может, там что-то было? Нет, тушенка у нас здесь лежит. А он не здесь стучался головой? Да в комнате. А, в комнате. Ты же не знал тушенку, Вась, в этом месте? Да, посмотри, тушенка на месте. Катерина, а что тебе снилось? А, значит, там не тушенка была, точно. Мне что-то ничего не снилось. Ничего не снилось? Мне Бог снился. Бог снился? Он меня это хотел туда позвать, к себе, короче. Кто? Бог? Туда жить, он говорит, пойдет. Нотбук-ляндию? Нотбук-урию? Да. Нотбур-мани. Я потом это сказал, подумаю. А тебе что, ничего не снилось? Мне снилось. А тебе что снилось? Мне снилось прошлое. Когда... Восьмидесятые? . Уважение. Не-то сейчас. Мотор-мотор-мотор threatened. Просто красней, для моего hutу. По places-то х身-то. Знаете, абб руптника. Подожди. Что там, Бэлло? В 42-ой год мне приснилась Просковья. бабушка наша просковья она была она маленькая была девушка с просковья из подмосковья потише серьезные вещи и у нее я видела как она бегает в доме там почему-то ходит женщина как будто бы милана а просковья лет пять как ты понимаешь что то что кто-то вас не всегда все понимаешь подожди пусть расскажет ничего не лазь просковья и видела ее семью большая семья дружная и потом как будто бы время отматывается очень быстро и и что и их много очень детей крестьянская семья вижу все дети плохо одеты а просковья она была в разных ботинках и у нее на ботинках нету шнурков это наши бабули не было да получается и они даже разного размера как будто бы такие очень много детей есть нечего а потом вась вася чё ты делаешь он трогает катю за ногу ты чего васич вот странные какие-то вы акцентируете на все внимание я просто руку положил если она чуть-чуть ее коснулось вы слушайте информацию это и правда интересно не отвлекайтесь по какой-то клево херне и чуть-чуть чуть не выдачи все это все видите вы пропустили половину а поподробней в общем там ходит девушка милана как будто бы сорок втором бабушка да да и как будто бы в этом месте месте но потом всю семью как-то их отправляют в германию на какую-то отработку или что-то такое и просковья видела как забирают и ей повезло ее отправили а она видела я когда кричит плачет забирают ее братьев сестер и она видела как их стреляют там как 4 марта не помню когда я их забирают она плачет их вот так разъединяют всех и ты вижу как эти маленькие трупы но это же сон это же неправда это же сон ты сейчас это было это как возвращение ну прошлое она хотела со мной связаться она спешит пришла тебе во сне кто хочет сказать бывает так приходят люди во сне говорят мертвые люди приходят во сне и говорят я знаю когда похоронят например в этом холодно мне говорят подожди а вот то что с детьми разъединяет вот это все это кто-то забирает милану забирает или детей бабули детей получается наших родственников и ее братьев сестер наших родственников подожди а забирают куда это кто-то разъединяет их или что война да война началась и их разъединили и ребята такой же на самом деле может быть стреляли ну войну на самом деле может быть война раскидывает людей всех родственников она видела поэтому мы не знаем друг друга война раскидала людей что еще она видела в ней маму когда брали ее так она начала хватать кричать детей собирать в кучу и к ней сзади солдат подошел за за волосы взял и отрез горло нет перерезал горло прям на ее глазах а нам была самая маленькая просковье это что я считаю это же сон а при чем здесь милан да вот это очень странно это как-то связано как будто бы а фотографию помните а где фотография которую мы находили это вот она тоже документируешь да потому что я все запомнила что-то верю стереться подарком еще юрец для тебя подарок в печи ты должен ходить с ним на правой руке с Лена, давай продолжим, мне непонятно, как она может связана с нашей бабушкой? Помоги, пожалуйста, Эмония, а я откуда? Не знаю, это в этом доме, как будто бы, такой дом, такой же, деревянный Да, такой же дом, оно как будто бы вот такой, но чуть-чуть другой И там Милана есть, и она все знает, она видела, как это происходит, все, она там была А что это такое? Получается, что, нет, как-то она дает И что это? А где? Подожди, подожди, стоп, а что это такое? Что это такое? А где фотография? Не знаю, написано так, а если я не буду надевать? А что, не налезает или что? Не знаю, ну давай попробуем Подожди, подожди, Макс, Макс не надел, я Макс надел Хватит есть груши, пожалуйста, у нас здесь такое творится Ну-ка, сейчас повеселимся Так ты ей скажи, она уже тут подъедает все Я ничего не трогала Сейчас вообще-то не до смеха Ты видишь, что она что-то видела Я ее прекрасно слушаю Мне непонятно, как Милана может быть связана с нашей бабушкой Она ее... Какого года рождения? Она ее... Какого года рождения? Посмотрите 24-го года рождения Как может быть Милана в таком виде Связана с нашей бабушкой Прасковью 25-го года рождения Она знает Она что-то, она знает все Она все это видела Кто? Милана? Слушай, Дарик... Да, она страдала очень много Это может твое наказание? Поэтому... Как? Я не понимаю Я не знаю, как Ну вот не зря, может быть, и на фотографии это старые Это похоже на... Фотография старые Я не понимаю, может быть, это не Милана, а просто похоже на нее человек Может быть, такое... Ну как может быть, Милана такая... В те годах Она что, не изменилась внешне? А я... Ее заморозили в холодильнике Как она может быть? Нет, дай я скажу Ну, нет, одинаково идет Да, это просто безумие Я тоже помню, как мне сон снился про войну, да, ты говоришь? Ну... Я тоже помню, что-то как я попал, да, что-то там в война, как я делала Что как-то я был связан с этим тоже Как? Не знаю Как-то я оказался тоже на фронте Ну как... Ты на фронте? Ну это во сне тебе просто приснилось, Макс Я не знаю, ну как это может сон вещить, да? Ну как его... Не вечер, а такой Какой может быть вечер? Видение Видение На каком нахрен фронте ты оказался? Да В своем уме, Макс Ну мы сейчас серьезно вопросы решаем Ты понимаешь? Если это так... Я лей могу понять, что обладает шаманскими штуками Ну ты-то вот ерунду-то мне не говори здесь Разыгрался тоже Ну как разыгрался? О, фотка Да Так Ну Себя Это просто восхитительно Тут серьезная ситуация Все съели погружки, я тоже съем а что вы молчите-то, господи, я вообще я хочу услышать сейчас, подожди мне вот непонятно все-таки я не верю, что с Миланом может быть как-то связано но как, если с Миланом, она так хорошо выглядит то есть, что в холодильнике заморозили мне это вообще непонятно как это может происходить с нашей бабушкой, которая 25-го года рождения и Миланом молодая девушка как она может быть связана, правильно, Васич? не слышишь меня? слышу прекрасно она не может быть Миланов так выглядеть я не понимаю, как она может быть связана Милана с нашей бабушкой, Лея а что непонятного, я не могу понять мы еще дня два назад говорили, что Милана это дух дома мы же это говорили, вот ты говорил, что она ведьма, что ты видишь что-то такое что какой-то она типа связана симбиоз с домом, ты вот это вот все я не знала, что она знала вот смотри, результат уже есть по данным скриншота наказание падает на Юрца наблюдатели решили, что естественность нести ему ответственность нести ему, а непослушание влечет последствия ну вот, Юрцок сообщение ну ладно, так половину уже не надо внимание, по данным скриншота наказание падает на Юрца наблюдатели решили, что ответственность нести ему непослушание влечет последствия вот что здесь написано о, щекотится берет тока меня а что, все что ли? ну помощнее давайте что-нибудь серьезно? ну да, я что-то там не послушал а что, зачем ты провоцируешь их? Юрец, не могу понять, зачем тебе это? а что я не слушал? ну вот ты сегодня начал говорить давайте мне это сейчас просишь тебе ток побольше для чего? так я не понимаю, за что мне это я же объяснял тебе сегодня за что, всем объяснял, помнишь? за то, что мы попросили Милану помочь а не попросили смотрителей так если из Ольда Касс такая правильно, пусть она сделает этот, ну как-нибудь что-нибудь там это посправедливее что-нибудь она бы написала, что можно и Милану попросить и зрители бы, и мне бы все там вместе пытались как-то сделать ты что-то вспомнил? мне кажется, что у меня случился какой-то кретинический маразм, если честно когда я спала и так я сутки буду ходить, да? помимо того, что Васич бьется головой сошь, ну он прижигает-то нормально он прижигает? да короче вот повесили мне эту штуку как будто я условно освобожден но мне нельзя выезжать никуда вот как эти и я как бы не знаю, чё с ней делать вот пока ничего никаких этих ААААААААААААААААА stir recreative ХВААААААААААААААААААААААААААААААА хВАААААААААААААААААААААААЫАААААААА ААААААААААААА2020 СЛО ТАur СЛЕА Beef Слышь, бодрит, нормально, бодрит, когда скучно. Можно веселиться. Дай посмотрю, что тебе больно? Что смотреть-то? В смысле, ну, как бы я понял, не послушая, не учёт последствий. Надо чётко выполнять задание, да? Всё, я понял. Всё нормально. Всё хорошо, я понял. Так, мне как бы можно участвовать во всём? Или я должен сесть куда-то? Просто иди сюда молча, уйди от них. Не надо их провоцировать, братан. Присядь, иначе они там вообще из тебя сделают паралитика. Не надо, успокойся. Попытаюсь очки надеть, если получится, давай. Во, я вспомнил. Мне сон снился, да? Да. То, что у меня вот с ней есть прапрадед, да? Да. Его зовут Белогвардец Пётр Христофорович. Вот то, что мне приснило. Белогвардеец Пётр Христофорович. А, Пётр Христофорович. Да, вот. И то, что мой дед был. И то, что мой отец 80 уровня йода. Вот, что мне... Макс, ну ты сейчас серьёзно? 80 уровень йода. Ну а как нет-то? Ну ты сейчас серьёзно? Да. Подожди, что? Что тебе приснилось? Тебе приснилось? Ну что ты, бред? Пра-пра-дед. Пётр Христофорович. Белогвардец Пётр Христофорович мне приснил. Вот как его звать. Понимаешь? Это мой прапрадед. Это Белогвардец Пётр Христофорович. И мой отец 80 уровня йода. Он был белогвардейцем. Он воевал... Его так звали? Белогвардеец. Его так звали, белогвардеец Пётр Христофорович? Я говорю вам о том, что мне тоже что-то приснилось. Я на самом деле не могу как-то это понять, что у меня тоже был какой-то брат, его отец или прадед, который звали Нупша Хормедов какой-то. Я не знаю, я не запомнила его имени. Так еще очень тихо это говорили, его так звали, знаете, Нупша Хормедов, и он сражался как будто с его... А он что, этот, как бы армянин что ли был, или что? Хормедов или Хормедян? Ты как бы поясни просто, Хормедов это или татарин там, он казах, он кто он там? Как бы не русское получается. А еще надо мной смело, что я типа хач, ну просто... Ты что, если она не русская, то сон свой рассказывает, Юр. А, сон свой рассказывает, это дед, да? Все понятно. Ну ладно, что, все ошибаются, мы тоже ошибаемся, мы же все люди, правильно? Почему такие сны-то приснились? Вам всем, я что не пойму, вот одно. Я тоже не знаю. Вот я тебе говорю. Ну ты сейчас ей вот тут говоришь, какой отец Йода, 80-й уровень Йода. Ты сейчас сам себя слышишь? А я тебя слышу. Надо быть реалистичнее, Мак, так она говорит, что она, как будто бы ее дед воевал с его. Как, она это вообще не сказала? Он у тебя что, получается... Он у тебя кто, этот, ну, во сне этот, твой Барбамедов? Ну, Пша. Ну, Пша, он кто был? Я без понятия, какой ты воин. Слушайте, сутки уже прошли, как вы думаете? Воин? Нет. А почему ты считаешь, что он воевал с его дедом? Я без понятия вообще. Лия. Про прадеду. Что ты можешь сказать по этому слову? Его про прадеда вообще звали Белогвардеец. А с чего ты взяла, что они... Да это сны, ну, что за чертовщина какая-то, вообще не понимаю. Что это, к чему это все? Мы как будто бы нам послали эти сны специально. Вот эти сны. А как я специально? То есть загрузили в меня сон, что ли? Или как? Она нам начинает что-то рассказывать. Таким образом. Ну, как можно всем специально послать сны? Вот, троим людям, как? Всем война приснилась. Ну, мне там уж понятно. Меня загрузили, вирусом меня наслали. Я не знаю, это может быть как-то связано с историей? Это как-то должно быть связано с Прасковьей. Милана что-то знает. И она нам пытается подсказать. Мы чего-то не знаем о Прасковье. Мне надо отойти отсюда. Мы чего-то еще не знаем. Нет, ну понятно. Если она 25-го года рождения, понятно, что эта женщина пережила войну. Это я так... Я вообще не понимаю, что происходит, если честно. Я тоже. Сон тебе приснился же, ну? Ну да, что мой прадед воевал с его прадедом. Получается, ваши два деда, они конфликтовали друг с другом? Ну, вы думаете, это сон явный? Как бы вот это видение пришло, да, вам? Ну, как видение? Он говорит, что у него вообще йода был 80-х годов. Почему они воевали, объясни мне, я не могу понять. У тебя где-то кто был? Да почему ты мне задаешь такие вопросы? Откуда я знаю, почему они воевали? Мне это приснилось, я только что тебе объясняю. Я вспоминаю так же, как и все здесь. Хорошо, форма на них какая была? Ну, какая-то военная была, на них форма. Ну, какая? Сорока... Зачем орать? Зачем орать? Спокойтесь. Да потому что ты так говоришь, как бы это я была, что ли, там? Или что на этих действиях? Я не понимаю. Зачем на меня давить-то? Вот так вот, и что они сказали, и что они сказали? Да потому что ты говоришь одно имя, и все, и я не понимаю, что... Ну, потому что я, ну, что бы там говорить? Такой нахрен будет. А, ну, стоп, что ворешься, что ворешься, ребят? Давайте разберемся, тебе что приснилось? В чем разбираться? В том, что я говорю, что мне приснился какой-то мой прадед, которого звали Нубша Хармегедов, как-то его так звали. Откуда я знаю? Тише, тише, Ксю. Давайте просто сопоставим факты. Понимаешь? Про-про-дед белогвардец, Петр. Я так же, так же в шоке, как и ты, понимаешь? Я просто не понимаю, почему они, ты говоришь, они войвали. Как может, родственники, родственники, воевать, воевали. Ну, значит, они не знали, что они родственники, может быть. Как же они знакомились? Скажи мне, пожалуйста, нормально, его как звали? Может быть, он был белогвардецем? Нет, то звали белогвардец Петр Кристофорович. У него что, блин, имя было белогвардец? Да, белогвардеец Петр. Имя было белогвардец у него, да? Да. Как может быть имя Петр и белогвардец? Объясните мне, я нихера не понимаю. Что за имя такое? Да ладно, ему приснилось. Я пытаюсь понять, он был белогвардецем? я хочу записать если они в аварии, значит получается ее этот дед был красногвардейцем правильно? я не ору потому что он дарит на меня он вот так вот кричит или еще что-то я не могу в каком-то стрессовом если так, понимаешь, сложно хорошо, что ты говоришь, что он был красногвардейц я просто пытался понять нет, мы поняли, Васич, как родственница нет, ты правильно сейчас все говоришь логически родственник против родственника как может воевать, если это так никак не может воевать мы поняли тебя, отлично мы тебя поняли короче, Васич, остынь я спокойно Макс, скажи, пожалуйста как фамилия, имя, отчество я хочу все записать это не фамилия, не имя, не отчество ты не понимаешь, что такое белогвардеец это белая гвардия он был из белой гвардии ну так, если напишешь молодец Петр Христофорович он просто Макс не понимает, наверное ему пришел это во сне я точно это помню Петр Христофорович 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 все, а тебе какие имена были то, что я чувствую и то, что мой отец 80 уровня как? Нупша Хармедов это Нупша Хармедов это, получается, твой дед? ну, получается, мой прадед твой прадед Макс, а у тебя? ну, ну ну, да ну, да да Христофорович я запишу может быть там эти имена потом всплывут я просто запишу может быть эти имена потом всплывут чтобы мы уже нам знали, чтобы мы их не забыли потом, может, так сказать видите, какие-то уже идут зацепки, зацепки и так вот, в конце концов можем как-то, чтобы мы здесь пояснить ситуацию так по зацепочке, по зацепочке все заберем подожди, так это что, настоящий? да, настоящий а зачем ты просил, чтобы тебя прибавили? ну, был красным владельцем, конечно я понял, это в гражданскую войну дурак если, как бы, эти видения если она говорит, что эти видения ей пришли и ему и ей специально для того, чтобы Милана там что-то подала как бы, да то она, дядя, другими словами хотела им что-то сказать я так понимаю, что ну, он думает, что его зовут белогвардейца но его не зовут белогвардейца а его зовут Петр Христофоров у него дед был белый а у нее дед был красный и поэтому они воевали, я так понимаю потому что, ну а как еще? тогда же была гражданская война тогда, получается, брат против брата шел понимаешь? да если брат против брата а если судить то, что она говорила про свое видение то там вообще у нее получается что у нас родственники получается ладно, я сам не могу ничего понять я пытался разобраться и как бы да, попозже разберемся мне кажется, это очень сложно так просто сразу взять и разобраться если можно да нет, нет юрец, ты же можешь на это одеть на кухню а? может быть ничего не будет подождите, а кто это нажимает? да хер его знает у тебя мурашки а какой эффект? что, больно, да, Юр? током ее, да очень больно дай я потрогаю просто, мне интересно ты хочешь чтоб током тебя ударить? я хочу дотрогаться и посмотреть на себе этот эффект ты хочешь испытать на себе его? нет, не снимай вот возьми пальцами возьми ну возьми задень кто не бойся я хочу попробовать это как происходит ну когда? через какое-то промежутное время ее набьет? или как? как оно работает? ну видишь что, не помогает ничего не происходит это только меня это только меня ты хочешь спать что ли с этой штуки? да, спать с этой штуки то есть тебе нужно ходить сутки а вы время посмотрели засекли сколько? не знаю, было 8 часов видимо я что-то неправильно делал ты зачем плюнул? это недоразумение ну как вот что он сделал? зачем он тебе это? просто плюнул сейчас что сделал? он просто стоял рядом со мной а потом плюнул и пошел ты плюнул? да у меня истерика ты дурак что ли? у меня истерика ничего нет он что сделал? он плюнул он просто харкнул да я не плюнул я обчитывал ну так да конечно понятно ну просто плюнул не плюнул я я после этого а ты можешь получается и в титул плюнуть так случайно бьет сильно? да нормально нормально? и сутки тебе надо да? да а может на футболку можно положить? то есть получается меня тоже могли подключить к этой штуке сейчас если они будут я должен по честному это пережить а за что? хорошо хорошо а может другой вопрос? а кто его бьет? это бьют люди которые нас смотрят? они могут нажимать на кнопку и бить его? нет ну как на него нажимать на какую кнопку? мне кажется это через какое-то время определенное мы еще бьем смотри но мне кажется что это какие-то отморозки просто как-то сказать конченные на правах русленника на правах русленника как старший брат я могу наказание перейти забрать себе нет не надо смотри подожди серьезно если тебе сутки делать зачем? давай я заберу у меня и так кожа тоже короче если ты поймешь что тебе например не в кайфе ты можешь нелегко вернуть а зафи забрал брат нет я сделал это жестковато серьезно ну у меня вопрос вообще а как можно взять подключить к электрошокеру и просто бить людей то есть получается эти люди сидят в своих комнатах сидят в своих комнатах и получается нажимают на кнопку и тебя бьют током слушай Вась ты не обязан это делать давай 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 у меня кожа у меня кожа у меня кожа да это так это так все нет ну разве это нормально разве может какой-то человек сидя по ту сторону экрана и даже не зная нас и не зная что в каких условиях мы живем просто прислать электрошокер и бить нас электрошокером это нормально по вашему мы живем в двадцать первом веке что это за самосуд какой-то ни за что человека решили наказать на целый на целые сутки да кто вообще они такие чтобы наказывать почему это должно происходить почему это вообще решило что это да нормально блять 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 с этого момента я тебя буду называть братан если короче у меня кожа толще у меня кожа толще у тебя ходить по большому счету покраснела у тебя рука так сильно мне кажется как будто прожигает нет мне кажется что это все целовечно как-то смотрите нет давай знаешь как будет тебя бьют давай знаешь как это прожигает туда иголками горячими вот какое ощущение вот на самом деле а на самом деле еще в начале я там повыпендрился сказал что так мало а потом они видимо прибавили и капец жесть ну слушайте сутки я не знаю как если они в середине ночи где-то это сделают серьезно я я не знаю я не знаю я не знаю я когда-нибудь об этом книгу напишу просто зачем сейчас этот героизм мне игру надо придумать у меня и так хуже просто и нормально задание для Макса Юлия Андреева это кто? не знаю что понимаешь нет давайте не будем застрять внимание братан давайте каждый по очереди Юлия Андреева Макс должен замутить какую-нибудь игру для всех участников давай Макс а почему мы должны это все делать я не знаю со мной не такое со мной случалось еще хуже давайте лучше выберем задания которые сейчас здесь потому что если мы не выполняем задания потом происходит вот эта вот хрень понимаете? Макс если есть задания есть задания обязательно нужно его выполнять Максим сейчас сосредоточься да я уже придумал уже придумал игру давай бомби брателла давай Васич что давай 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 прятки Васич сразу как только мне давай игра любая так для всех участников ну давай для всех участников давай мы будем прокачиваться где мы здесь будем прятаться давай прокачиваться от стула как ты делаешь давай ставь стулья ну давайте хотя бы в жмурки ну это логичнее нет? ну прятки где ты тут спрячешься? прятки, жмурки это вообще уже давай прокачиваться будем что-нибудь да делай быстрее давай да не кричите давайте подождите давайте разрядим немножко остановку А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Чувствуешь уже вот когда пятый раз, четвертый уже там по-другому ощущаешь Я не хочу говорить, да бесчеловечно Пускай... Пускай они отменят это Почему... Почему они это делают? Давайте сделаем какое-то задание и отмените это Слушай, у тебя сердечно? Давайте задание будем выполнять, пожалуйста, быстрее Ну вы не видите, ему больно Мы от того, что орем, ничего не происходит Погнали, погнали Погнали, делаем задание Вот у нас есть два стула. Короче, игра называется так. Не, игра называется... Так провести Макс должен. Давай, Макс. Давай прокачиваться от стула будем. Так пускай он прокачивает для него задание. Для всех участников он должен придумать игру. Давай, Макс, что делать, говори. Это получается, мы сейчас четко выполняем... Подождите, Личка, прости. Мы сейчас правильно выполняем задание, да, абсолютно четко. Макс должен замутить какую-нибудь игру для всех участников. Хорошо. Ты мутишь игру, мы участники. Так, все, давай. Ну все у нас, все, чтобы встали, да, допустим. Все, подходим, все встаем. Вставайте, девочки. Да встаем мы, встаем. Вася, Вася, можем обратно. Я отдохнул уже. Чего делаем? Давай. Ну смотри, на шесть, да, получается, игроков. Повторяем за ним просто. Он знает, что прокачивается, мы повторяем. Сейчас у меня загрузятся данные, да, то есть, подожди. Так. Так, все. Мы что должны делать? Так, сейчас за мной, я только вижу, что я делаю. То есть, за мной вот на меня смотрите, только повторяю. Так, три. Ага, так. Так. Кто не может так сделать, может просто повернуться. Ага. Так. Вот он кое, он уровень повышает. Ну-ка. Как эта игра называется, Макс? Прокачка. Да. Типа, вот. Ты уже, походу, в курсе, да? Да. Вот, я уже прокачал. Так. Я прокачал, да? Это, так, это называется у нас, смотри. Синхронность. Синхронность. То есть, как, если мы будем все делать синхронно, значит, мы справились. Да. Побеждает тот, кто более синхроннее будет делать. Так, это стул-синхронизатор. Так, погнали. Все, игра. А кто победитель будет в игре? Да, нужно, чтобы стул всех участников, то есть, он оценил всех, да, нас и поставил максимально количество баллов каждому. Ну, кто побеждает из нас в игре? Кто победит? Мы еще пока не поняли бы. Он еще, так, он еще не дал нам команду, чтобы мы завершили. Продолжай. Все, так. Стул выберет, кто победитель, я не пойму. Да. Я так понимаю, тот, кто устанет, тот выбывает, правильно? А остается тот, кто не устанет, и они между стулом, между стулом финал будет. Да. Правильно? Со стулом, что ли? Это как остаться в живых, знаете? Мне кажется, каждый должен быть максимально синхронен с Максом. Да. Вот если кто-то мини-мини... Что синхронен? А я, получается, его выплываю, потому что у меня нет шнурка. Да, это неспрашиваемое. Вот так. Так. Показано, откуда идти? Одна синхронность, как будто мы семья, да? Да. Так. А мы и так семья. Оп, оп, оп. Оп. Вася, я не могу. Ты что не поделаешь? Вася. Как ты это делаешь-то? Вот так. Ты помедленнее, я не успеваю. Я сейчас вылечу из игры, не хочу выйти. Нет. Так. Оп. А, вот она. Оп. Показано. Оп. 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 Используйтесь. Оп. Боже мой, это может быть бесконечная игра, мне кажется. Так, тихо, сходимся, отруем, сейчас, так, финал, да, каждое движение так, максимальную сложность, кто не успеет повторять, тот вылетает. Да, они вылетели уже давно. Все, вылетаете. Я? Так, Лия, вдвоем, финал. Побеждают. Не ты. Давай тут. Так, старт. А! Лия, ты уже вылетел. Макс. Но мне кажется, все, игра окончена. Я победитель. Нет, нет, нет. Не залазь только к концу. Ты что, не надо. Тихо. Я хочу победить. Она выпала, значит, я уже побеждаю. Еще не все, делаем. Макс, ты делаешь, когда финал игры. Когда финал. Кто это побеждает? Я не понимаю. Я, я уже побеждал. Катерина побеждает. Так. Катерина победила. Катя победила. Все, давайте похлопаем. Катя победила. Катя победила. Я так, я подвожу итог. А мы эти, мы эти, мы присяжные. Мы все видели. Итог, итог. Давай итог. так у меня нет не здесь да как у тебя больше движение ура я победила не залазь вот он хочет обратилась такие правила говори ощущение девочка носить вот видишь ты даже меня быть я думал вывезу у меня какая-то хрень не могу понять у меня в сердце через этот вы понимаете что нельзя так это слишком жестко но что 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 по что поделать что поделать не давайте 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 скажем что мы поняли что эти смотрители очень важные что они все здесь решают мы это сегодня сейчас поняли сначала мы не понимали и думали что это все игрушки и ха 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 смешно а сейчас это не смешно уже вы что хотите чтобы мы умерли что а вдруг у вас бы остановилось сердце тогда игра бы закончилась вы понимаете мы поняли что вы очень важные люди мы это поняли мы сейчас это усвоили пожалуйста может вы хватит давайте вы уже остановитесь мы трепещим перед вами все что вам еще это нужно нет еще мы извиняемся если мы в чем-то были виноваты мы извиняемся но можно как-то это закончить уже прекратить издеваться над людьми слушайте меня хреначит ребят прям вот секунд пять назад и сейчас наверное еще будет хреначить поэтому как бы ну ничего нет хорошо снимай снимай и пускай они бьют девочку пускай пускай они меня не надо поверь мне они на тебя повесят подождите уважаемые смотрители да на самом деле мы правда поняли мы поняли что не нужно говорить ни лишнего нет ну оставайтесь оставайтесь людьми оставайтесь людьми оставайтесь людьми мы же мы все понимаем что что давно виноваты да мы просим приносим свои извинения ну что еще надо сделать вообще у нас сегодня праздником и здесь такое вот устраивают да вот именно в мой праздник вот решили такое устроить издевательство над людьми ну да кстати в день рождения кошмар даже пожонглировать не могу давайте уже садитесь за стол давайте доставайте все уже пускай они видят что мы не сдаемся что мы что мы давай 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 давайте садимся за стол давайте да наконец-то у нас есть сейчас поедим сейчас поедим давай сюда ткань ткань как ее вот слушайте давайте буханем я хочу знаете что сказать понятно можно выпить через дне рождения я так хочу сказать но я хочу сказать тем людям которые нас смотрят что алкоголь очень вреден для здоровья его можно только пить в празднике и в небольших количествах алкоголь очень вреден для здоровья абсолютно согласен во-первых вреден для здоровья во-вторых в алкогольном опьянение но человеку немножко неадеквате я возьму в левую руку он очень очень неадекватен поэтому с алкоголем ребят с алкоголем по себе скажу всегда нужно быть осторожным всегда нужно быть осторожным с алкоголем поэтому нужно самое главное ребят это знать меру если знаешь меру все если знаешь тебя знаешь меру в принципе ты с алкоголем друг я не пью если меры не знаешь лучше не начинать коньячок еще не вредил никому там грамм тридцать нормально как мы живем почему я это голосуйте ну окей ну как бы праздничный ужин у нас сегодня готов у нас запеканка из свиного окорока картошечки свиного окорок мы сделали в луковом соке потому что у нас нет ни приправ и нет ничего немножко у нас был лимончик вот мы значит сегодня так как у нас нет стол ножа юра мой ассистент юра это я сегодня мы с ним приготовили вот это очень я хочу показать это зрителю обязательно вот это праздничное наше блюдо как мы сделали у нас был кусок свиного окорока юра смог обычным тупым столовым ножом порезать на кусочки свиной окорок мясо но так как у нас нет ни приправ нет ничего ни соуса ни майонеза ни сметаны а ты скажи то из чего мы сделали я сейчас скажу я хочу по порядку васич и юра сделал вот что он сделал сок из лука и выдавили из лука весь сок чтобы у нас было как-то немножко маринад получился так вот ребята я тоже очень люблю говорить о еде ребят смотрите в чем в чем фишечка в чем у нас то вещи здесь сделано идеальная картошка причем с мясом причем без перца без соли но в чем соль этого блюда в том что выглядит она во первых очень аппетитно она мясо не просушилась потому что сверху был томатик или помидорчики мясо будет очень сочная мягкая сверху картошечка лук дал тоже свой сок и заметьте что это будет настолько аппетитно что под коньячок пойдет прямо на ура не надо сейчас на праздничного торта или еще что-то мы сделали сами для себя праздник но самое главное если вы вдруг решите нам прислать торт мы всегда будем рады правда обратите внимание что еще хочу сказать помидорчики прям запеклись картошечка запеклась сейчас мы попробуем мяско и мяско будет какое мягенькое сочное мощное вкусное сначала я поставила духовку на 200 градусов чтобы это все как бы потомилась а в конце я включила 250 градусов чтобы это придало корочку ароматной корочку такую вкусную и внешний вид очень красиво не вареное не тушеное а именно запеченное блюдо я очень рада что даже этому праздничного блюда в свой день рождения было бы круто если мне хотя бы задание какое-нибудь дали бы интересно типа в этом в импровизации тому воли паша там помните током бьет хотя бы что-нибудь веселое бы а так просто хрена чтения током а еще и фигня еще ли я порезала вот такую фруктовую нарезку и у нас получилось очень красивый апельсин вот вот в таком красивом дело ребята что на правах старшего я все таки возьму на себя слово ну давай у всех на лито масса есть здесь лишняя давай сюда это мне ребятки много мне это много это мне много войны подожди сейчас все будет порядке катюш давай чуть чуть тебе добавлю чуть-чуть себе добавлю чуть чуть ли можно подлить и думаю ли ты не против не улей больше да ребят сколько мы сейчас будем давай прости катерина что это ну прекратите издеваться ну в честь дня рождения да хватит ну честное слово ну хватит уже хреначить мне ну прикольно я понял все нормально дайте бухануть то ну честное слово ну нормально все я буду тебя целовать по которому ты ходила снова день на из косок чтобы я просто отлично пытаюсь берег с полоской и ла я готова отвлечемся если сейчас будем акцентировать на это внимание ладно все поехали да 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 знаешь так на правах старшего катюш знаю тебя совсем недолго но я искренне счастлив что ты стала моей родственницей честно скажу никак не ожидал вас всех видеть в родственниках но в тебе что мне нравится я в тебе всегда вижу волевую волевую смелую и очень справедливую женщину да иногда ты бываешь не очень справедливо но это ничего самое главное что-то всегда улыбалась была счастливой и все у тебя было хорошо и мужа тебе за катерину катя ураааааа с днем рождения какое редко бывает ураааааа с днем рождения это праздник испортил эту хренью но ничего страшного это какие-то шлепки майонезные испортили мне праздник спасибо большое изоль да кац сейчас меня током долбанут наверно секунд 10 но что поделать вы как бы о людях вы хоть подумали ты ладно я уж там посадили бы меня куда-то так испортили день рождения у девочки слушай я еще раз хочу напомнить алкоголь вредит здоровью алкоголь вредит здоровью ну да ничего страшного так так помидора ребят ну понял ну понял ну я понимаю что поделать что решили проучить человека ну души кавказец у тебя день рождения у нас же кое-что есть для тебя надо ну кому ну понял уже с первого разу ну сутки носить для чего ребят ну вы же взрослые люди все я понимаю что нет не то чтобы его жалко понимаете не то чтобы его жалко но но если такие наказания вы присылать но что ж тогда будет дальше ребят я думаю всегда нужно оставаться людьми и стоит его простить давайте снимем и пожалуйста давайте снимем это и все вкусно очень вкусно иди вас вкусно очень вкусно давай между первой второй давай вперед вовсе нет я тут речь завел о том что у нас кое-что для Катерины есть кстати да ребятушки давайте обновлю давайте выпьем знаете за что я хочу сказать давайте выпьем за мою маму мне очень конечно жаль что сегодня у меня мама даже не может поздравить у меня нет связи с моей мамой мне очень жаль вот но я хочу выпить за нашу откройте печь давайте она очень опасна мне повесят вторую будет хорошо это продукты продукты нам пришли давайте как раз к столу как раз к столу так гляньи мешочек ледька ледь не зря я пакетики сложила для Вась-Васича сосиски Вась-Васич обалдеть для Вась-Васича отлично макс конфеты продолжаем продолжаем ну ка смотрим кому что для Макса для Ксю а ты у ванок Куба что тебе шея как все навареная шея как все навареная Макса Ирина Петровна спасибо тебе огромное что ты и константин пирожок ой расческа я не понимаю но ты красавчик и хлеб и это спасибо что смотришь меня что помогаешь вообще после пирожок Ира спасибо вам огромное кто бы ни были спасибо вам большое смотри снова после пирожок а я не знаю кто такой Иван Куб поблагодари Ваня Иван Куб я благодарю тебя за геркулес и за одну щетку ребят а у меня настоящий подарок у меня расческа Антон Панченко в очередной раз мне присылаешь подарки это твой герой ты герой моего романа по крайней мере сегодняшнего дня я хоть честь для рождения расчешусь спасибо большое Антон Панченко о-о-о-о подождите там для меня а вот и Антон Панченко появился господа что читаем подождите а это достать и закрыть задание для Юрца Юрец так как вы являетесь душой компании ооо меня определили так то для вас это задание будет радость совместно со своими присутствующими родственниками исполните с элементами танца в честь рождения какие-нибудь песни прийти друг волшебник голубом вертолете тем самым вы подарите ей радость и сделайте этот вечер поистине праздничным Антон Панченко ну спасибо большое такие задания дает а передачу песню да да конечно Антон вообще молодец не ошибка так хорошо Антон я тебя услышал понял ща все будет четко братан красавчик ты капитальный молодец в отличии от этих странных людей которые все это делают ты молодец а мне никто не так и не пришел ты таз поддерживай мы когда-нибудь тебя точно увидим и поцелуем и подарим тебе что-нибудь и тебя отблагодарим вот спасибо большое так все а это ася в братан тебе пришли станки подожди да я хочу сказать об этом ася огромное тебе спасибо кто бы ты ни была станок это прям то что нужно мы только сегодня об этом говорили и ты подгонщик мне такой делаешь вот этот ополаскиватель отлично нужен человек значит разбирается там во всем и футболка вот все четко все вот прям по полочкам как-то разложено все грамотно учитывая такие вот подарочки подгоны мне я могу полагать что ты стратег а первое что ты абсолютно вникаешь в ситуацию и понимаешь что здесь происходит второе и ты крутая просто ася огромное тебе спасибо давай будем поддерживать связь и все будет круто присылай какие-нибудь задания будь смелее там пиши все вообще круто вот буду делать что могу йоу костя пирожок ира петрова еще раз хочу поблагодарить реально подгоны прямо в душе греете просто все красава делаете спасибо вам большое кто это ася в задание а я ей поблагодарю давай поблагодари да можно я тоже поблагодарю да вот туда можешь или куда спасибо тебе внимание пожалуйста я еще раз за эту прекрасную копчену вареную а вот на Лию давай пускай Лия что-то шедевральное это для меня спасибо тебе омут тихий тихий омут не смесь интересно интересно ребят задание ты поблагодаришь Антон мы сейчас прям сразу перейдем к заданию сейчас Лия скажет Лия хочу поблагодарить Евгению и Ли и Максима Штормов вы понимаете что я думала Евгения и Ли просто это мои знакомые я думала нам присылать будут те люди но Максим Шторм заквист нас люди смотрят нам помогают нам помогают это же круто понимаете нам просто ребята понимаете нам не только знакомый присылают а еще люди я думала только знакомые спасибо максим большое за конфеты я очень хотела еще раз ася огромное спасибо станок по футболка и этот ополаскиватель для волос это то что нужно прям сегодня побреешь ровно блин слушать о чем да футболка ну так 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 тут есть какая-то крутая футболка йоу а почему такая большая да одевай давай наверх померю какая-то большая тебе нормально все погонять пойдет можно будет это поделить с тобой тоже кать я постираю сегодня комбинзончик и твой футболочку как раз один если ася не будет против что девочками поделился этой футболка я с радостью это сделаю конечно же я же я же я же я же не я же не жадина какой-то я же не садист какой-нибудь ладно а теперь у кати днюха это самый главный праздник поэтому погнали на тот стук короче сейчас будет круто катюх садись да садись сюда сейчас мы а давай же касаемо это не только мне хреначили просто давайте успокоимся так и вот так вот сделаем стулья давай садись давай слушай ну с тортом не получилось нифига ну и ладно мы все равно тебя любим так ребята кто элементами танца кто в теме песни антош ты уж конечно прости я не все песни мира знаю вот но эту песню я знаю поэтому кто-нибудь помогайте мне так с элементами танца кать если бы ты знала как я бы любил тебя если бы знал бы раньше тебя не все эти шесть дней как сестру естественно дай мне ничего там не подумайте а подумали сразу любил любила что о чем он говорит нет нормальные вещи говорю вот с элементами танца поздравляю тебя с днем рождения и я начинаю конечно же мне просто ком хреначат ребят чтобы вы знали поэтому если буду себя странно вести вы как бы ну не обращайте внимание это это просто круто это весело это же круто вот как песня начинается хлопайте вот так кроме кати пусть бегут неуклюжий пешеходы по лужам а по асфальту рекой и ясно прохожий в этот день непогожий почему я веселый такой а я я играю на гармошке у прохожих на виду к сожалению день рожденья только раз в году к сожалению день рожденья только раз в году катя спасибо большое не вставай с этого спасибо большое сиди здесь так не уходи быстро очень быстро погналите ты не переживай сейчас кое-что будет просто сиди здесь и жди грандер 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 я не грандер органы в в гости еще как это это А мне прислали геркулес, а мне прислали геркулес и забили сошел. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Это просто необходимо нам сейчас жизненно, вы же понимаете, очень сложная ситуация. Я хочу показать вам, что я все записываю конкретно. Я завела себе блокнотик, который мне тоже прислали. Спасибо Антон Панченко. Я все записываю. Мы вас отблагодарим за это. Спасибо большое. Вот. Так, я предлагаю вот эти пакетики назад поместить. Выключи свет. Субтитры сделал DimaTorzok Свет выключат. Подождите меня, подождите, я ничего не вижу. Мы готовы. Я нет. Мне что делать? Подождите, давайте. Здесь. Я не вижу, где я здесь. А давайте хотя бы... А когда можно будет свет включить? Тихо, подожди. Включи свет у печки, у плиты. Не у плиты, а у... Вытяжку. У духовки, у духовки включи. Нет, может вытяжку... У духовки. Да надо выключить, а где же он готовит? Подожди. Я покачаю. Оба дня. Оба дня. Говорят, ты здесь сегодня? Да вы что, ребята? Ой-ой-ой. Ну, здравствуй. Здравствуйте, ребята. Ух ты, какая у нас красавица. Да. Ты посмотри на нее. А почему у нас красавица? Василий Римлянин. Посмотри, грек чистый. Ребята. У нас... А это твой подручный кот. А я твой подручный. Ты можешь его гладить. Присядь, пожалуйста, к ней. Ой. Спасибо, Василий. Да вы что, ребята? Что это? Значит, писали мы, писали веками поэму тебе и написали. Стою на стул, дабы кричать ее. Ладно, не надо мне этих подачек. Сделаю я это хорошо. Итак, внимание. В этом мире почти не бывает чудес. Мы попали в какой-то лютый замес. Среди камер, петличек и красивых сестричек. Одно чудо все-таки здесь. Это чудо прекрасно, как ни крути. Великая Катя, сердцем в груди. На пути ты не встретишь такой красоты. Лишь Максим доберется до ее высоты. Ладно, шутки в сторону. Мы делим все поровну. Мы, братья и сестры, годами разорваны. Нервы тут сорваны. Но ведь день явления Скорпиона на свет. Мы желаем тебе только побед. Все, спасибо, ребята. Это еще не все, королева наша. У нас есть великий... Есть печечный... Великий печечный подарок, который мы откроем позже. Но сейчас нас, Максимус, гладиатор, исполнит тебе танец. О, гладиатор, Максимус, слово тебе. Сделай красиво. Так же я бит. Давай, давай. Катя Катерина, эх, буша. Ты словно как сказка хороша. Катя Катерина, ягодка малина. Вот и все. Слава рождения, Катерина. Откуда? Слова рождения, Катерина. Прошу, Свет. Я погибил Свет. И смотри, богиня. Ой-ой-ой. Ребята. Ой-ой-ой. Спасибо. Это злой. Спасибо. Спасибо. Марти! Субтитры создавал DimaTorzok